Добрый день! Сегодня я вам хочу рассказать про колонку под названием IP29. В общем, как колонка она не выглядит, конечно. Похожа на какой-то футляр в СССР для перевозки бритвенных принадлежностей. Вот, ну, такая достаточно увесистая, сверху отделана тканью. И с первого же взгляда выдаёт, её выдают, вернее, детали различные. То есть, то, что это никакой не футляр, ни для каких-нибудь бритвенных принадлежностей, а такая высокотехнологичная штука для вашего iPhone или iPod. Ну вот, можем видеть, сзади здесь есть выход миниджек для подключения, скажем, плееров или каких-либо других устройств с таким же разъёмом. В комплекте есть ещё кабель 3535. Ещё есть подставки для разных устройств Apple. Всего их три. Также есть, наверное, самая ненужная штука, это ремешок для переноски. Также есть блок питания. Давайте подключим колонку, а это именно она, и посмотрим, как она работает. Ну, вот, собственно, сюда вот вставляется. Выстегнули, открыли. Внутри можем видеть, соответственно, небольшой переключатель. Заключатель ON-OFF. Кнопки регулировки громкости. Здесь два батарейных отсека. Раз и два. Ну, батарейки стандартные. Вставляем аппарат в гнездо. Пошла зарядка. Может заряжаться. О, звук, конечно, А. Звук, конечно, А. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, это небольшая демонстрация. Вполне позволяет нам понять, что звук может быть, конечно, не очень классный. Вот. Но зато колонку i-Home всегда можно взять с собой в дорогу, в путешествие, в какой-либо тур. Вот. И... С батарейками ли это будет, отсветили ли это будет. Ну, и к тому же подзарядить свой аппарат. Вот так что... Так что, соответственно, можно это устройство даже и похвалить, я думаю. Так что, соответственно, это устройство даже не очень классный. Так что, соответственно, это устройство даже не очень классный. Так что, соответственно, это устройство даже не очень классный. Так что, соответственно, это устройство даже не очень классный. Так что, соответственно, это устройство даже не очень классный. Так что, соответственно, это устройство даже не очень классный.